Брестская крепость стоит на границе. Атаковали ее фашисты в первый же день войны. Не смогли фашисты взять Брестскую крепость штурмом. Обошли ее слева, справа. Осталась она у врагов в тылу. Наступают фашисты. Бои идут под Минской, под Ригой, под Львовом, под Луцком. А там в тылу у фашистов не сдается. Стражается Брестская крепость. Трудно героям. Плохо с боеприпасами. Плохо с едой. Особенно плохо с водой у защитников крепости. Кругом вода. Река Бух. Река Муховен. Рукава. Протоки. Кругом вода. Но в крепости нет воды. Под обстрелом вода. Глоток воды здесь дороже жизни. Воды. Воды. Воды несется над крепостью. Нашелся смельчак. Помчался к реке. Помчался и сразу рухнул. Сразили враги солдата. Прошло время. Еще один отважный вперед рванулся. И он погиб. Третий сменил дорогу. Не стало в живых и третьего. От этого места недалеко лежал пулеметчик. Строчил-строчил пулемет. И вдруг оборвалась очередь. Перегрелся в бою пулемет. И пулемету нужна вода. Посмотрел пулеметчик. Испарилась от жаркого боя вода. Опустел пулеметный кожух. Глянул туда, где Бух. Где проток. И посмотрел налево. Направо. Эх, была не была. Пополз он к воде. Полз по пластунской. Змейкой к земле прижимался. Все ближе к воде. Он ближе. Вот рядом совсем у берега. Схватил пулеметчик каску. Зачеркнул словно ведром воду. Словно змейкой назад ползет. Все ближе к своим. Ближе. Вот рядом совсем. Подхватили его друзья. Водицу принес. Герой. Смотрят солдаты на каску. На воду. Отжажды в глазах мутиться. Не знают они, что воду для пулемета. Принес пулеметчик. Ждут. А вдруг угостит их сейчас солдат. По глотку хотя бы. Посмотрел на бойцов пулеметчик. На просохшие губы. На жар в глазах. Подходи. Произнес пулеметчик. Шагнули бойцы вперед. Да вдруг. Братцы. Ее бы не нам. А раненым. Раздался чей-то голос. Остановились бойцы. Конечно раненым. Верно. Тащил в подвал. Потрядили солдаты бойца в подвал. Принес он воду в подвал, где лежали раненые. Братцы. Сказал. Водица. Повернулись на голос головы. Побежали по лицам радость. Взял бойцкруску. Осторожно налил на донышко. Смотрит. Кому бы дать. Видит солдат. В бинтах весь. В крови солдат. Получай. Протянул он солдату кружку. Потянулся было солдат к воде. Взял уже кружку. Да вдруг. Нет. Не мне. Произнес солдат. Не мне. Детям тащи. Родимый. Детям. Детям. Послышалось голоса. Понес боец в воду детям. А надо сказать, что в Брестской крепости вместо со взрослыми бойцами находились и женщины, и дети, жены, и дети военнослужащих. Спустился солдат в подвал, где были дети. А ну подходи, обратился боец к ребятам. Подходи, становись. И словно фокусник из-за спины вынимает каску. Смотрит, ребята, в каске вода. Вода. Бросились дети к воде, к солдату. Взял воец кружку. Осторожно налил на донышко. Смотрит. Кому бы дать. Видит. Рядом малыш с горошину. На. Протянул малышу. Посмотрел малыш на бойца на воду. Папки. Сказал малыш. Он там. Он стреляет. Да пей же, пей, улыбнулся боец. Нет. Покачал головой мельчонка. Папки. Так и не выпил глотка воды. И другие за ним отказались. Вернулся боец к своим. Рассказал про детей, про раненых. Отдал он каску с водой пулеметчику. Посмотрел пулеметчик на воду. Затем на солдат, на бойцов, на друзей. Взял он каску. Залил в металлический кожух воду. Ожил. Забарабанил. Застрачил пулемет. Прикрыл пулеметчик бойцов огнем. Снова нашлись мельчаки. К богу смерти навстречу поползли. Вернулись с водой герои. Напоили детей и раненых. Отважно сражались защитники Брестской крепости. Но становилось их все меньше и меньше. Бомбили их с неба. Из пушек стреляли прямой наводкой. Из огнеметов. Ждут фашисты. Вот-вот. И запросят пощады люди. Вот-вот. И появится белый флаг. Ждали-ждали. Не видели флаг. Пощады никто не просит. Тридцать два дня не умолкали бои за крепость. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Написал на стене штыком один из последних ее защитников. Это были слова прощания. Но это была и клятва. Сдержали солдаты клятву. Не сдались они врагу. Поклонилась за эту страна героем. И ты на минуту замри, читатель. И ты низко поклонись героям.